здравствуйте на фоне последних громких задержаний министра тимура иванова сейчас касается парка патриота немножечко мы забыли про то что не только в москве у нас коррупционные моменты проявляются понятно здесь суммы побольше но я вам скажу что краснодарский край со своими бюджетами тоже не отстает я имею ввиду коррупционными дело которое там сейчас набирает обороты которые практически до москвы уже дошло из банка пропадает более полумиллиарда рублей торг кубань банк и знаете заводят уголовное дело только вот никто его не расследует особо как будто так и должно быть на мелочь какая-то из банка пропала но с каким банком не бывает да правильно полмиллиарда больше полмиллиарда меньше давайте все по порядку значит есть компании гравитон компании гравитон создана была двумя партнерами александром дерчуком и резваном салтан еще в 2000 году по 50 процентов они владели этой компании компания получила просто огромный заказ по реконструкции тоапсинского нефтеперерабатывающего завода общий бюджет это где-то 300 миллиардов и 13-14 год у них там такие прям были жирные по нескольких миллиардов выручки было они банк покупают кубанский торговый банк у бывшего депутата ну чтобы был такой найти банк у вас компания который там осуществляет строительство а тут банк все идет отлично но между партнерами ерчуком и салтановым случается конфликт вот как раз из-за этого мпз туапсинского конфликт вроде там урегулируется все подписывают соглашение что претензии не имеют друг другу но через какое-то время салтанов приходит к ерчуку и говорит вот с тебя 5 миллиардов я потратил на том чтобы вообще все эти проблемы решить много денег вот ты мне должен 5 миллиардов или отдашь по-хорошему или по-плохому по-плохому это не значит стрелять будут не 90 уже у нас цивилизация это значит цивилизованная это значит полиция прокуратура суды 5 миллиардов даже за меньшую сумму люди в погонах в мантиях не про всех говорят не про всех много что могут сделать не обращая внимание как оно должно быть по закону а сделать так как выгодно и как надо как как надо заказчику скажем так и суд в краснодаре все это подтверждает все замечательно там 5 миллиардов с копейками но как только это дело за пределы края выходит то это дело начинает разваливаться потому что верховный суд не подтверждает долг в 5 миллиардов но у краснодарское правосудие у него же свои какие-то законы она как-то законодательство по-другому трактует по-другому видит им как бы вот это вот им верховный суд то особо не указ начинается процедура банкротства ерчука ему предъявляют эту сумму и в рамках этой процедуры у него забирают акции банка вот этого банка который они купили кубанский торговый банк который не купили бывшего депутата и который был у них на двоих там по 49 и 81 кажется проценту принадлежал вот по этой сомнительной процедуре банкротства забирают акции резван салтанов в банк вводят своих сыновей это давид и рафаэль и супруга там еще людмила у него есть и все и как бы практически банк его в этом банке было 10 килограмм золота может там и больше было который принадлежит семье ерчука и вот если смотреть на этот документ завели даже уголовное дело по факту исчезновения в неизвестном направлении этих полумиллиарда рублей представляете какие суммы поэтому как бы краснодар не отстает от москвы а это дело оно не свеже но давно уже длится сейчас там и уголовные дела есть потому что когда у вас через суд не выходят арбитражный вы идете через полицию через следственный комитет начинаете возбуждать дела это как бы стандартная схема по ней все идут если у вас есть связи если у вас есть административный ресурс а тут я так понимаю его достаточно у резвана салтанова его вполне потому что ну как бы очень странно объяснить что в краснодарском суде решение одни принимаются а когда это выходит за край за край за край края тогда это получается что верховный суд не подтверждает вот эти вот там пять с чем-то миллиардов на какие мысли это наводит и мне хочется задать вопрос табельскому прокурору краснодарского края табельскому он знает об этой ситуации давайте я по вангу давайте я отвечу постараюсь ответить за него конечно же знает конечно же он знает что происходит там такие деньги они не могут незамеченными пройти в прокуратуре в советском комитете судах и уголовные дела возбуждены относительно вот этих пропавших странным образом золотых слитков но почему-то их никто не хочет расследовать почему-то и никто не дает хода и смотрите как все выходит то судебные решения принимаются какие нужно и уголовные дела не расследуются какие не нужно а какие нужно конечно расследуются и возбуждаются в отношении ярчука и сейчас это дело дошло до москвы я думаю что всем участникам непосредственно это и резвану салтанову придется скоро ответить на очень неудобные вопросы уже московских следователей а что за подписи стоят договорах а куда делись 10 килограмм золота из хранилища банка и я думаю там еще несколько десятков вопросов найдется на которые нормального адекватного ответа я думаю не будет по определенным причинам а с московскими следователями уже тяжелее договариваться мы видим в принципе это на и на деле тимура иванова и на деле парка патриот и это не последние кстати аресты и в москве и я думаю в краснодарском крае тоже скоро будут следим за ситуацией а пока что до свидания